Всем привет! Сегодня у нас 19 октября 2021 года, Украина, город Кременчуг. Хочу показать уже нашумевший, очень известный, много кто с садоводов знает этот сорт, зимнего срокосыревания под названием флорина. Затянул я со сбором яблок, потому что дерево у меня загущенное, побегами я выращиваю черенок на продажу, черенок отличный, гляньте какой. И надо было, конечно, сильнее обрезать, чтобы плоды получали намного больше солнца, тогда они намного лучше окрашиваются. Сорт сильнорослый, требует жесткой обрезки и правильной обрезки, чтобы каждому яблоку попадало солнце. Сорт очень вкусный, этот сорт устойчивый, говорят иммунный, но я думаю, наверное, устойчивый к парше и среднеустойчивый к мучнистой росе. Если в этом году было довольно влажное лето, то коллеги говорили, что этот сорт чуть-чуть паршу хватанул. У меня с сад с обработками яблоко чистое, паршу нет. А красится сорт в загущенном саду вот так вот. У меня тут загущенный сад, обрезки не было. Сорт хранится отлично, я уже буду его собирать, он уже висит слабо. Даже не сильно слабо, но яблоки, да, яблоки уже падают. Буду собирать его, заваживать на хранение и уже в зимнее время будем дегустировать его и потреблять. Сорт очень вкусный, хранится отлично. Всем советую этот сорт и любителям садоводам, и профессионалам, ну и естественно, чайникам, дачникам, чайникам, потому что этот сорт неприхотлив выращивания, постоянно дает хороший урожай. На сильных ростовых подвоях этот сорт может переоружаться урожаем и входить в периодичность. То есть будет через год. Один год будете с урожаем, второй год будете без урожая. Ну а в целом сорт, конечно, классный. Сейчас обойду с другой стороны. Уже листья пожелтели. Сейчас покажу с другой стороны. С другой стороны обошел. Кто хочет себе беспроблемный сорт, чтобы в принципе особо не обрабатывать от грибковых болезней, можете обратить на этот сорт внимание. Это касается, это видео снимается для тех, у кого нет этого сорта. Потому что много уже его посадили, много кто выращивает. Это так, для себя на дачном участке посадить и без проблем, без хлопот, можно вырастить хорошее вот такое товарное красивое яблоко. На солнце без затенения будут яблоки очень красивые, очень яркие. По утени будет яблоко окрашиваться хуже. Теперь оборвем его и будем закладывать его на хранение. Кому нужен черенок, черенок есть. Можете заказывать, писать на Viber. Мы будем реализовывать в зимнее время и на летнюю кулировку с июля по август. Так что не переключайтесь. Сегодня у нас 13 января 2022 года. Сорт яблок зимнего срока созревания флорина в хранении. Давайте сейчас посмотрим, какой яблок вес. Сейчас покажу самые крупные плоды. Так что с весами показывают что-то не точно. Яблочки очень красивые. Вон 249 грамм. Это натертые такие плоды. Я натер, потому что в подвале что-то плесень такая стала покрывать яблоки. Видно сильно влажно. 269, почти 270. Но черенки храню. Постоянно поливаю пол водой, чтобы была влажность 99%. Из-за этого на яблоках кое-где такая как плеснева. Так 175. Ну в принципе этот сорт примерно по весу где-то 200 грамм плюс-минус. Давайте сейчас разрежем, посмотрим какая мякоть у яблок. О, пахнет. Это ароматный сорт, иммунный. Такие вот крапинки. На солнце окрашиваются очень хорошо, в тени окрашиваются слабо. У меня сорт загущенный. Ой-ой-ой. Чуть не упали. То окрас у него такой, слабенький. А когда он на солнце, на открытом он такой, как Биллиам Прайд. Подсвет очень красивый. Тем более на нем очень сильный такой пруйновый налет. Ну а дальше я покажу. Вот какая плесень. Вот видите, они некрасивые яблоки. Пруйновый налет плюс плесень. Я их специально натер, чтобы у них был вид. Вот так вот. Так, давайте сейчас посмотрим по соку. Яблоко не твердое. И вот это сейчас как раз потребление. Вот туда вот перед Новым Годом. Декабрь, ноябрь, январь. Очень сочное. Потом оно становится такое, как каша. Дальше после хранения. Пробуем на вкус. Сладкая, с кислинкой. Очень приятный такой конфетный какой-то аромат. И вкус. Яблоко мелкозернистое. Мякоть не твердая. В данный момент скалывающая еще. Но скоро она начнет быть такая, как кашевидная. Вот туда вот ближе к февралю месяцу. Так что этот сорт сильно долго хранить не рекомендую. Туда вот до весны, до апреля месяца. Там есть другие сорта, которые действительно хорошо хранятся. Твердая мякоть. Такие как Моди, Крымсон Крипс, Легол, Голт Раш, Смеральда. То есть Тентейшн. Вот те сорта лучше кушать весной. А вот сорт флорина, его лучше потреблять где-то декабрь, ядварь, ноябрь. Вот примерно эти сроки. Сорт красивый. Вкус хороший, отличный. У меня родители очень любят этот сорт за то, что у него нетвердая мякоть. Она очень ароматная и вкусная. С таким привкусом конфет. Отец и матерь его очень ценят этот сорт. А так за видео прошу ставьте лайк. Есть черенок на продажу данного сорта. Кого он заинтересовал, можете звонить, заказывать. Так, всем спасибо за внимание. Всем пока.